Я хотела поговорить с вами о театре, о 12-летнем, можно сказать, годовщине, 12-летней. Плохая годовщина. Ну вот мне сейчас тоже, к сожалению, из информации, которую я нашла на сайте, я поняла только то, что будет закрыт большой зал филармонии, правильно? Будет закрыто все. Да, а вот теперь мне уже многие снили, и это ужасная трагедия, потому что я влюбилась в наш театр только по отзывам, ей-богу, я мечтала столько приятного. Если позвольте, я включу этот фон, да, чтобы нам было удобно. Наверное, давайте сначала расскажем про 12-летнюю годовщину, про то, как прошли эти 12 лет, про то, как начинался этот путь. С чего начался театр для вас? Театр-то для меня начался еще в 75-м году. У нас же было несколько этапов. Ансамбль «Жилейка», 6 человек, старинные духовые инструменты. Потом в 1982 году ансамбль фольклорной музыки под управлением Владимира Назарова «Москонцерта». Мы стали лауреатами первой премии Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Написали, спели танец у театры, песню «Ах карнавал». И два часа музыки народов мира, которую мы в этой программе давали. Программа называлась «Ах карнавал». И зрители, которые приходили на наше шоу, они забывали, что они привлечены вот этими двумя хитами, танцами у театры «Ах карнавала». И смотрели два часа мирового фольклора, а мы собирали огромные залы, дворцы спорта, стадионы. То есть это была такая настоящая слава. После этого в 88-м году под закат Советского Союза нам дано было право государственного ансамбля фольклорной музыки Союза СССР. Этот ансамбль просуществовал до 91-го года. В 91-м году хвост отвалился под названием Советский Союз. И мы стали снова коллективом Департамента культуры, или тогда наш Комитет по культуре, Московецполкома. Еще тогда был Московецполком, это 91-й год. Вот этим составом мы просуществовали где-то до 96-го года. Потом была Павлаза Большая. И в 2002-м году приказом министра культуры Швырткова Михаила Ефимовича был создан Государственный музыкальный театр национального искусства. Творческое лицо, которого была музыка народов мира тоже. И музыкальный спектакль, то есть это уже настоящий театр. Первый спектакль, который мы создали, это был «Скрипач на крыше». Совершенно оригинальный мюзикл, потому что это не калька с бродвейского. Хотя мы используем несколько хитов Джерри Бока. Но у нас вся драматическая основа Григория Горина, Шалома Лейхома. И музыка, фольклорно-еврейская музыка, на которой мы написали свои тексты. И у нас получилась совершенно сценография Владимира Бойера. То есть получился совершенно оригинальный спектакль. Так получилось, что я в этот момент попал на операцию, поэтому основной труд постановки лег на плечи Николая Юрьевича Попкова. До сих пор мы его играем. Он явился как бы для нас школой, потому что труппа нашего театра была составлена из студентов Академии Меченых, инструменталистов в основном. Вот эти инструменталисты, они стали танцорами, вокалистами, драматическими актерами. И труппа совершенно уникальная. За этот период мы сделали где-то, наверное, 30-35 спектаклей. За рабочих 28. Ну вот сейчас, в этом сезоне мы играем 28-26, да? Где-то так. Это с некоторых пор мы стали ставить детские музыкальные спектакли, которые привлекли к нам достаточно большое количество публики. Вот, хотя мы работаем без метро, на отшибе. И нам все эти годы было очень тяжело со зрителем. Но вот последние где-то 2-3 года зритель пошел, пошел очень активно, даже, может быть, 4 года. И, наверное, по закону подрости, вот именно в это время Министерство культуры по инициативе филармонии начали свою широкомасштабную реформу по слиянию театра с женской баней, женскую баню с синагогой, с синагогой с филармонии, а филармония еще черная ща. То есть я в этих слияниях никакого толку не вижу, кроме как разрушения культуры. Но государственные умы вверху, наверное, что-то такое видят. Вот наше здание сливает филармонию. Зрители купились на эту новость, что в нашем здании будет филармония еще, да? Но не поняли другого, что будет загублен совершенно точно театр. И чем дальше вот эта операция идет, тем мы яснее и яснее понимаем, что нас уничтожают. Внизу это выполняют, а они решили, что они будут преследовать свои интересы. А их интересы, это совершенно ясно прослеживается, в том, чтобы мы благополучно сдохли. И чем быстрее, тем лучше. Это ужасно. Вот. Поэтому поздравьте жителей Тропарева и Никулина, они скоро лишатся нашего театра. Это ужасно, потому что отзывы о театре, особенно вот вы заговорили о маленьких зрителях, ваших айонных, они просто действительно вдохновляют до нелья. Я не была ни разу, к сожалению, на ваших спектаклях, но прочитав все эти отзывы, я действительно влюбилась в театр, потому что дети в восторге. А мне кажется, самое тяжелое, это... Самая честная публика. Да, это самая честная публика. И самое тяжелое им понравится. Им понравится настолько, чтобы было искреннее. Ну вот смотрите, значит, первоначальный план, который нам предоставили. Капитальный ремонт начинается где-то с первых чисел мая, то есть первого мая. Но уже с марта прекращается. И заканчивается первого ноября. Первого ноября открытие, значит, большого зала. Теперь мы начинаем вдруг неожиданно в середине марта. Хотели первого марта. Но там какие-то там вещи, которые не позволяют начать первого марта. Собираются начать в середине марта. У строителей до сих пор нет никакого официального права на это, потому что нет ни проекта, есть только желание. То есть разорить хватит денег. А вот что-нибудь путевое здесь сделать, я думаю, денег не хватит. Я думаю, что наши жители должны понимать, что театр нашим конец. И уже каждый из жителей должен поступать тогда уже в соответствии с своими желаниями. А есть какая-то возможность в плане того, что могут ли жители как-то помочь своими письмами, просьбами о том, чтобы... Это всегда хорошо, потому что когда есть у театра защита в виде зрителей, это всегда хорошо. Потому что есть люди, в том числе и среди руководителей министерства, которые искренне хотят, чтобы театр не пострадал. Но они так высоко сидят, что они не знают реальную ситуацию. А выслушать меня у них не хватает времени. Зато наш дорогой руководитель филармонии раздает направо и налево интервью, как счастливо здесь все будут жить. Для начала мы 12 лет без метро привлекали сюда зрителей. И мы его привлекли. Они хотят сюда привлечь филармонического зрителя, тоже без метро. Конечно, это сложно. Я понимаю так, что это лукавство. Это просто лукавство. Это благое намерение под неблаговидным, так сказать, результатом. Вот и все. За это время мы, как театр, очень крепко стали на ноги. И, конечно, мы, я думаю, перейдем в какой-то другой район. Мы не пропадем, как театр. Мы будем жить в какой форме, не знаю. Гибели наши не дождутся. Но в этом районе нас отсюда выбрут. Это совершенно точно. Здания мы лишились. То есть, если и продолжать... То в других каких-то театрах, то в других каких-то театрах просто... Да, 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 юридически. А по факту у нас не будет возможности работать. А есть возможность? Вот уже сейчас просматриваются какие-то варианты других помещений, других театров, которые готовы, может быть, перейти на какое-то время? Только не зимой. Пока только так. Например, Министерство культуры поручило заниматься этой идеей руководителю департамента Софии Афельбаум, но, мне кажется, она и есть главный могильщик нашего театра. Поэтому, собственно... Собственно, она и закопает. Да. Поручили лисе охранять курятник. Да, к сожалению. Может быть, давайте немножечко о приятном перенесемся к зрителям вашим. Каков он ваш зритель? Вот вы видите его уже 12 лет. Какой он? Возможно ли воспитать зрителя? Вот какая-то такая... А вы знаете, селекция происходит сама по себе. У нас хорошие, умные спектакли для умных зрителей. И, соответственно, дураки к нам не идут. Те, кого привлекает чернуха-порнуха, к нам не идут. Те, кого привлекают идиотские всякие зрелища только для ржачки, к нам не идут. К нам идут зрители, которые получают что-то для ума и сердца. Которые любят слушать красивую музыку. Которые хотят, чтобы спектакль был на какой-то хорошей, профессиональной, умной основе драматургической. У нас, хотя мы многие спектакли все называем там мюзиклами, но все-таки это не совсем мюзикл в понимании бродвейском. Это музыкальный спектакль, в котором есть чему сопереживать. И наш зритель умеет это делать. У нас действительно настоящий, хороший, умный наш зритель. Я так понимаю, что когда мы уедем из этого района в какое-нибудь другое место, конечно, часть зрителей будет ходить за нами, но часть огромная потеряется. Потому что, понимаете, одно дело шаговая доступность, и совсем другое дело куда-то что-то ехать, особенно с детьми. Ведь здесь это же было так удобно, детские спектакли, когда нужно ребенка привезти, не толкаться там. В транс. По всей Москве. Только сегодня утром у нас Муха Цикотов была, я ее тоже снимала. Зал битком был, детишки все. И вы себе не представляете, сколько ко мне родителей подошли, восторженных. Родители, они про детей даже говорят нечего. Нам их нравится, так нравится. Такой музыки вообще нигде не услышишь. Настолько это классно. Музыка еще раз в спектаклях, я правильно понимаю? Нет, бывает живая, бывает, что мы записываем оркестр и вокальное исполнение живое. Вокальное исполнение всегда живое, музыкальные инструменты живые, которые на сцене присутствуют. Иногда мы используем инструментальную фонограмму, потому что оркестр держать нам слишком накладно. Но вообще это, конечно, в большинстве случаев живой звук. Вот сегодня звук живой. Целиком у нас сидят ромашки. Муха Цикотов, там, музыканты за сезон в траве. А теперь спектакли, завтра, по-моему, несколько, да? Завтра два. Человек тоже должно было два будет, но второй нам просто за пару лет в нашей руководстве. Ну, кстати, а ведь по той информации, которая есть на сайте, так и бесконечно. Да, завтра три у нас. Дело в том, что нас усыпляли до некоторых времен, что с нами ничего не случится. Вот. Но сейчас к нам прислали руководство из Министерства культуры. Руководство, мне кажется, задача поставлена та же самая, что и Афельбал. Вот просто уничтожить театр. Вот. У меня такое мнение. Странно. Я не понимаю, что может умных, как они, наверное, себя считают, там, сидят в своих креслах, умных людей заставить прийти к такой мысли, как вообще можно уничтожить то, что создавалось не вами, и такое количество. Я, ну, правда, не понимаю. Они теперь рассказывают, что, оказывается, здесь был концертный зал за нас, и он прекрасно функционировал. И что здесь было просто... Когда мы въехали в это здание, концертный зал влачил жалкое существование. Здесь кроме смешных людей и кривых зеркал ничего не было. Здесь царствовал Петросян. И вот все было вот такого плана. Но даже на них зритель не ходил здесь. Уже, да. Уже это был... Ну, то есть мухи падали с потолка, что называется. Понятно. Хотела бы спросить про такой проект. У вас есть экспериментальная сцена. Если я правильно понимаю, она существует еще? Какая? Экспериментальная сцена. Она существовала всегда. Это наши режиссеры. И вот Артем Назаров, выпускник школы-студии МХАТ, и Денис Панфилов, и Алексей Зеленский, и вот Валентин... Тепляков. 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 Валентин Валентин Тепляков. Валентин Тепляков. Он не экстримус так, что он взял информацию. Валентин профессор. Не-не-не-не. Я к тому, что... Я к тому, что не по рангам. Он, разумеется, Валентин Васильевич Тепляков. Он был деканом актерского факультета ГИДИС. Он профессор. Он очень заслуженный человек. Он много за рубежом ставит спектакли. Да. Вот он сейчас пришел, привел своих учеников к нам. Именно драматических актеров. Мы взяли небольшую группу из ВГИКа, тоже драматических актеров. И с ними экспериментируем на вот такой экспериментальной сцене, ставим драматические спектакли. Потому что, ну, люди хотят, режиссеры хотят себя проявить именно в этом направлении. А так как основное направление наше это музыкальные спектакли, то мы решили, чтобы не вводить в заблуждение зрителей, потому что зритель четко совершенно вот хочет идти на музыкальный спектакль. Но есть определенный контингент зрителя, который хочет идти и на драматический, но он должен сознательно идти. Вот. У нас прекрасный спектакль, где Артем поставил, Мать Иисуса по Володину. Письмо к Богу Теплякову уже вырисовывается. Очень интересная работа. Ну, мнение нашего главного режиссера Артема Назарова. Я пока еще не сложил свое мнение об этом спектакле, потому что не был, не видел ничего. Но что касается Теплякова, я о нем, как режиссере, сложил свое мнение. И он очень интересный. Очень. А недавно была, значит, на мою музыку поставлен мюзикл тоже Николаем Попковым «Загадки Турандут». Загадка? Да. Загадка Турандут. Вот. Ну, что еще сказать? Нас надо смотреть, что же. Я про этот спектакль, кстати, читала, что именно в нем вы любите подтрунивать немножечко над актуальными, да, темами, которые сейчас забонятны. А там же думано так. Там Карл Ботцик для масок он не написал текст. Да, я так понимаю. Из недели в неделю меняется. Да, конечно, конечно. Ну, у нас же власть сама подбрасывает темы. Еще. Она же лучший ньюсмейкер, причем самый лучший сатирик и юморист. Это же уму непостижимо. Недавно пресс-секретарь президента заявил, что если вы поедете в Сочи, то как минимум вы увидите, что не все разворовано. Мы, естественно, это вставили в спектакль. Да, да. не согласен. Вот. Какие-то вещи, которые даже не требуют переработки. Их можно просто целиком вставлять. Конечно, поставщик замечательных выражений Царствия Ему Небесное Виктор Степанович Черномырдин, который все мы знаем знаменитые хотели как лучше получилось, как всегда. Но есть у него еще более страшная фраза «Мы построим такую страну, что наши дети и внуки нам завидовать будут». Так что, ребята, мы как раз на пути. Мы скоро построим такую страну, что наши дети и внуки нам завидовать будут. Мне нравится Ваша позиция за свободу слова в театре обязательно, мне кажется, должна присутствовать. Но театр или вообще искусство в целом и политика они совместимы? Вы как считаете? Совместимы? В каком плане? Совместимы то, что театр должен ли проводить политику власти? Я считаю, что театр всегда должен находиться в состоянии критическом в отношении власти. и даже не потому, что не разделяет каких-то допустим мировоззрения власти на что-то. Бывает, что совпадение, когда артисты и режиссеры согласны с каким-то действием власти. Такие вещи бывало, ну их сейчас все меньше и меньше, но раньше бывало. И даже в этом случае надо все равно смотреть и критиковать, чтобы они все-таки служба медом не казалась. А что касается заявлений о том, что если театр существует на... То есть, скажем так, вот в ближайшее время вы станете свидетелем гибели театра вообще, как таковых, репертуарных театров. Они будут гибнуть один за другим. Почему? Потому что, во-первых, я уже слышу со стороны власти, что говорят о том, что надо обратить внимание на театры, потому что театры это настолько живой организм, они каждый день беседуют со своим зрителем и они должны проводить ту линию, которая... Удобна власти. А что это значит? Каким образом? На что будут сажать? Нет. Нам просто будут урезать финансирование. Все. А как только начнут урезать финансирование, постепенно репертуарные театры будут закрываться, 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 закрываться. Вот и все. Поэтому я говорю, вы юная девочка, вы станете свидетелем. Я, может быть, помру раньше. Не дай Бог, конечно. Это, к сожалению, все происходит. Просто это вообще, наверное, не для интервью, а так чисто от себя. Телеканал тоже, такое существует, которое... А я стажерца канала «Дождь», но так получилось, что мы попросили просто взять для этой газеты и не одно лето там провела в этой работе и, к сожалению, вот вы говорите про театр и я провожу аналогию, у меня... Все, спасибо. У меня не менее... Да. Это на самом деле... Причем нашли изюлянский совершенно способ закрыть дождь с помощью руками бизнеса. Да, руками бизнеса. Руками бизнеса. Понимаете? То есть припятизм на улице. Понятное дело, все делают так. А почему? Потому что с самого начала, если бизнес построен таким образом, что он уязлим с точки зрения закона, если в нем вот эти червоточники есть, власть всегда сможет с ним расправиться. На каждого есть ключок. Да, к сожалению... Приказали и начали отказывать дождю. Все кабельные дистрибьюторы или как они называются там? Ну, интеллиграторы. Провайдеры. Провайдеры, да? Да, самые крупные, получается, отказали сейчас, поэтому... Как можно наказывать канал Дождь за вопрос? Эти журналисты, их нельзя вообще наказывать за вопрос. Вопрос может быть неудобным, но вопрос... Журналист имеет право любой вопрос поставить. Мне кажется, один канал ТНТ можно закрыть за то, что я скрываю чувство думающего. Почему нет? Правильно? Ладно, это уже лично. Да, правильно. Слава Богу, что есть такие люди, как вы, у которых такое личное есть. Потому что, наверное, у многих... У нас оскорбляют кого угодно, только... Ну, почему вот, да, меня... Думающие как раз опасны для власти. Так что ТНТ не закроют. Зайдут, что насло побольше думающих. Да. Да. Но они все делают для того, чтобы... Зайдут, что насло поменьше думающих. Да уж. Я даже, кстати, не уверена, что мне разрешат это все написать в газете, потому что она муниципальная. Ладно. Да понятно, вам придется очень серьезную цензуру проходить. Я очень серьезно к этому подойду. Тогда я себя... Я понимаю, что напишите то, что редактор пропустит. Вот. Но на самом деле ситуацию мы... Вот и Вика, которая была здесь, девушка, она работает на ТВ-центре, мы просто с ней под давнейшим еще каналом знакомы, журналистам. И она пытается передать себя. Возможно, я попытаюсь куда это возможно, эту ситуацию. Разговор с вами про театр, мне обидно и ужасно. Так. Давайте еще с вами про театр, да, тогда. Мне вот понравилась идея, у нас такая замечательная есть. Можно посмотреть театр изнутри, будут спектакли по этому показывать. Да, это Лида придумала. Это «Тайна за кулисье», правильно? «Имагия музыки». Да, два спектакля. Они продолжаются сейчас эти? Ну, это не совсем спектакли, да, продолжаются. В каком формате, да, это продолжается и что ждут? Это экскурсия-игра. Да, то есть там... Интерактив. Да, да, да. Детишки ходят, им все рассказывают про театр, всю-всю-всю как бы закулисную жизнь театр, при этом они могут померить костюмы, могут прикинуть там парики, могут какой-то грим попробовать, могут там на сцене какие-то сценки поставить. Это все по желанию тех детей, которые приходят. Это вот «Тайна за кулисье». А «Магия музыки», кроме всего этого, еще им и народные инструменты демонстрируют. То есть у нас есть мультиинструменталист Василий Порфирьев, который ему показывает кучу инструментов, рассказывает их историю, как на них играть, потом раздает детям простейшие ударные какие-то духовые и целый оркестр из них прямо тут же организует. Вот такая вот очень пользуется большой популярностью. Здорово. Ну, если театра не будет, нам негде будет их водить, негде будет показывать, негде будет цехов, не будет, ничего не будет, поэтому эти две игры, наверное, вот пропадут, естественно. Очень рад. Ну, экскурсии в «Тайна российского распила» и «Тайна российского строя». Ну, да, типа того, да. Замечательно. А дети, да, только присутствуют на спектакле? Нет, взрослые ходят, конечно. Причем иногда бывает экскурсия целиком из взрослых. То есть никаких ограничений в этом плане? Нет, абсолютно. Причем всем интересно. А тогда у меня вопрос по поводу начинающих актеров, если они пришли не на эту, например, экскурсию, да, а на прослушивание, каким образом набор в труппу осуществляется. И вообще... Вы говорили уже в разговоре о том, что у вас были выпускники недавно, правильно? Мы постоянно набираем, мы постоянно ищем таланты и постоянно вливается свежая кровь в театр. Большинство никуда не уходит. Остается? Да, держится. Очень добрый театр, да. Как Валентин Васильевич Тепляков предположил, что может быть за счет того, что много детских спектаклей и много детской публики эта атмосфера, потому что мы много думали. Так она же и раньше была, когда нет. Были люди, которые приходят, вот люди, и прикипают в этой атмосфере. Потому что человек когда заново пришел, спектаклей мало, денег мало, и сначала это очень трудно, да, там, первые два года для актера, который только поступил в труппу, ну, это большое испытание. Это можно только в массовке как-то влиться, чтобы на роли и сразу набрать спектакль, да, это тяжело и сразу не дается, конечно. Вот, и тем не менее, люди остаются, потому что атмосфера совсем другая, не такая, как в других театрах. Вот тоже, дай Бог, чтобы нам удалось сохранить ее. Да, конечно, хотелось бы. Ну, возможно, найдутся на первое время такие театры, а потом, не знаю, стоит с надеяться, что этот вопрос решится, что действительно кто-то более адекватный, мыслящий возьмется за это. Ну, они хотят нас отправить на гастроли, на долгие, на вечные. Я вот хотела узнать, вы в честь 19-летия, опять же, на сайте у вас указано, что у вас гастроли, я думала, это посвящено на дне рождения, как театре, так и вашему. Оказывается, все не так, да? Если мы сейчас не начнем гастролировать, хоть в Москве, хоть в области, хоть в России, где вы уже, то мы просто не выжили, люди не могут жить через деньги. Но зато есть и другая беда, что на гастролях вечно семьи, ведь у них у всех семьи, дети, и как вот все разъедутся, уедутся, а тем более у нас есть очень много семей, которые тут организовались, и с детьми на работу ходят, потому что не на кого оставить детей. Это и Рачик Салый, да, Оруджев, это и Молчанов. То есть много у нас таких семей, на самом деле, и тогда придется на гастроли всеми семьями кататься как цирк. Да, действительно. Я боюсь, что могут не выдержать просто люди этого, графика такого. Ну да, мы же было заявление существовали на стационаре. Да. Так что, не знаю, что с нами будет. Очень страшно, честно говоря, и обидно. Руквелось. Столько трудовожен. Ну вот да, надо говорить о том, что все получится, верить в это и действительно стараться для того, чтобы... Ой, дай Бог здоровья нашему художественному руководителю. Это точно. Потому что... Дай Бог. Без него нас удушат тут же. Это сто процентов. Нет, нет, нельзя так легко поддавать. Надо стараться. Кто такой этот Шалашов в филармонии, обыкновенный чиновник, директор? Кто он такой, что он создал в своей жизни, чтобы вот сейчас вот так вот по-хамски вести, с художественным руководителем, композитором, народным артистом, профессором. Человек зашел, который в истории останется сто процентов. Его музыка останется во всем мире, будет греметь. И он вот это вот... Знаете, вот смотришь на них, они себя ведут, как будто мы вши, а на самом деле это они вот блохи и вши. Это просто ужас какой-то. За страну стыдно. Друзья, их сила наш страх. Ну да, страх. Тут все очень просто. Значит, а наш страх иногда... Это не страх в полном смысле этого слова, что мы чего-то боимся, а мы как бы до поры до времени, и у нас... Ну вот она сейчас, эта надежда стала таять, как весенний снег, потому что начало работ в марте это удар под дых. Если бы нам дали доработать сезон, и мы бы со следующего сезона сделали бы гастроли, тогда мы выкрутились. А не давая доработать нам сезон, лишая нас денег, значит, это удар под дых. И тут уже начинает последние иллюзии таять, которые еще были, что да, действительно, они вроде как оставляют нас в этом здании, какая-то форма сосуществования возможно. Невозможно. Конечно же. Невозможно. То есть абсолютно... То есть они руководству Минкульта докладывают и министру нашему Владимиру Стиславовичу Легинскому, они докладывают, что все хорошо, все нормально, стабилизационный фонд крепнет, народ веселится и прославляет своего императора. На самом деле все ненормально. Проекта нет, люди толком даже не знают, как они будут проводить этот капитальный ремонт. Значит, гастролей для нас нет, никто их не запланировал, хотя доклады идут наверх, что все в порядке, все заведено. Более того, с декабря зарплаты коллектив не получает, это вообще уголовка полная, настоящая. С 25 декабря никто не получил ни копейки. вообще еще ни копейки. Люди уже лапу сосут, уже не знают, где занимать там, где-то ни у кого нет. Это основная работа, как она можно решать. Господи, какой дурдом. Я не ожидала, что я приду на такое интервью, правда. Я пришла, я вопрос подготовила, потому что вот у вас гастроли, все замечательно, и теперь я узнаю его в совершенно другую сторону. Вы знаете сферу нашей жизни в России, где все замечательно? Нет, к сожалению. Хотелось просто. А почему вы думали, что в театре замечательно? Творчески все замечательно. У нас прекрасные премьеры готовятся, и мы их сделаем, несмотря ни на что. Несмотря на неподписанную премьеру. Даже если они нас всех отсюда уберут, мы все равно будем выпускать спектакли, мы постараемся сохранить труппу и так далее и тому подобное. Но ну что, радикализируемся конкретно, по-настоящему. Они же нас выпихивают в это поле. Ладно. Тогда у нас в Турандот уже маски будут нести такой, правды. Правда, да. Свободное слово. А что теперь? Да. Как? Давайте на Дожде тоже повыступаем. Там музыки же много. Почему бы нам там не... Ну там такая специфика. Нас почему-то тоже игнорируют. Вот Дожде. Я письмо написала. Я написала, но мне никто ничего. Только спасибо написали. А куда вы написали? Ну какая почта там есть? Ну я попытаюсь просто через свои тогда связи. У нас недавно был марафон, опять же в честь вот того, то есть ситуация была. Ну мне прислали ответ, сказали спасибо за... И было очень много актеров, и было очень много... Во-первых, во-первых, вот Козырев, который узурпировал музыкальное направление, он абсолютно однобоко его освещает. Я понимаю, что не надо помогать попсе, да? Но мы же не попса, мы же совсем другое. Ну да, да. То есть дождь абсолютно однобоко представляет наше искусство. Спасибо вам за интересную беседу. Это будет статья, да? Это будет статья, я пытаюсь ее привести в какой-то вид сегодня вечером, мне утвердят, может быть завтра утром. Я хотела бы прислать вам, чтобы вы почитали, посмотрели перед выходом, что получилось, чтобы какие-то ваши комментарии... Скажите, как вас зовут, чтобы тут запомнилось. У нас Лилия Байдак, корреспондент, муниципальная вещь, подворяемый город. Спасибо вам огромное за беседу интересную. Я вообще надеюсь, что все будет замечательно. Просто хочется верить хотя бы в то, что кто-то думающий очнется и какие-то будут действия не против, а за. Вы знаете, на самом деле, я думаю, будущее нашего театра мы уйдем на частные рельсы, это совершенно точно. Как государственный театр мы не удержимся. То есть, насколько быстро это произойдет, не знаю, но это произойдет совершенно точно. Вот. И, конечно, мы будем наши спектакли делать не только музыкальными, но и политически острыми. Вот. Мы будем впрямую говорить о том, что сейчас происходит. Поэтому руководство нашей страны, когда говорит, что надо обратить внимание на театры, вот оно меня к этому и подталкивает, потому что обратить внимание на театры, это значит поставить под контроль театра. Я говорю, оставить под контроль театра, они будут только одним им доступным методом, то есть, урезать бюджет. Следовательно, если ты хочешь что-то смелое говорить, то волей-неволей ты должен быть готов к тому, что тебя лишат финансирования. Всех родственников приводите, вообще всех, и журналистов приводите, всех знакомых. Нет, правда, правда. Мы всех примем бесплатно, без всяких просто. Вот, Лиза, только приходили. Да тут и заплатили, знаете, только за счастье, поэтому, не знаю, надо на самом деле. Правда, посмотрите, потому что сейчас нас за зрителем плохо, из-за того, что нам все каналы по продаже билетов практически зарезали. Да, этот самый директор, которого прислали от Министерства культуры, директор, то есть в наглую совершенно, девица такая, юрист собаководческого клуба, бывший, она в наглую совершенно заявляет, по-хорошему вас вообще надо закрыть. Представляешь, директор театра. Вас. Вас. вас, да. А вы здесь как? А вы здесь, а с какого боку тогда? У нас. А вы что здесь делаете у нас? Да, это грустно, люди, которые не понимают в этом, пытаются каким-то образом еще и... жалко мы не успели это записать. Надо было ее снять в этот момент. Мне открыто только ходить со стативной везде, я все снимала, снимала. И сбросить в этот самый, в интернет, где она вещает, как нас надо закрыть. Ну, ты всю жизнь собаками занималась. Ну, да. если по этой логике нас оценивать. Придя в театр, она вот привела нас с собой еще там заместителя, наглую совершенно даму, которая была библиотекарем до этого. Теперь она оказывается замдиректора. Причем она себя ведет еще хлеще директора, потому что она ходит везде, всем раздает приказы, командует, орет просто на всех наглую. когда мы стали возмущаться, в частную переписку, в почту, во все. Компьютер у нас не частный, компьютеры театральные, но в них естественная информация, не только театральная, конечно. Кошмар, что-то. Более того, утащили электронную подпись, но вот чтобы в консультанте там были все... Вы не могли этим воспользоваться, это самое ужасное, они ему не доверяют. И не просто, получается, они утащили его электронную подпись и они унесли вообще, и они могут там все, что угодно сделать. И в бухгалтерской, и в бухгалтерской отчетности, везде где угодно, и в юридической, и в кадровой, это все внутренние документы. А они в филармонию тащили эту подпись, так не вернули. Более того, все наши отчеты годовые, она вместо того, чтобы подписать, это внутренний договор, его нельзя, его только в министерство и все. Она его тоже в филармонию тащила на проверку. То есть, ну просто творятся какие-то вещи уголовные, просто. То есть, как сказала девочка, которая с вами была, она говорит, ставит специально директора, который... Не понимает вообще. Нет, который поставлен для того, чтобы угробить. Вот сейчас у нас такая ситуация. Именно такая. Директора поставит. Она рыщит в финансовых документах, она пытается найти какой-то там у нас криминал, понимаете, чтобы изнутри нас разрушить. А у нас нет такого вот... Ну нет, то есть, они этих потоков, которые где-то у нас в темную ходили, они не могут найти, потому что их нету. У нас никогда не было такого, чтобы мы вот театр работал на нас, на личность. Настолько вот все происходит... У нас все, наши вот сотрудники из дома скорее притащат, если нет возможности купить, или там время надо. У меня из семьи из дома вообще перекочевало все для производства декораций, для... А сколько семейных денег вложили в декорации? Вот я о том и говорю, музыкальных инструментов, сколько мы с Владимиром Васильевичем наличные деньги купили, потому что надо здесь иностранные покупать, заграничные. Это нужно открывать счет международным, какие-то разрешения. Мы просто ехали и покупали, причем это по 5 тысяч долларов один инструмент стоит. Вот привезли из Португалии две португальские гитары для исполнения фаду, музыки фаду. Специально заказные два инструмента. Будь звуки покупали, заслуживали. Много чего. А они пытаются найти, что мы где-то творуем, почему мы на хороших машинах не ездим, откуда, чего-то в цирке. В общем, кошмар. Не получается пока, но не знаю. Они смогут... Я почему и боюсь, что они подпись эту... Они этот криминал туда какой-нибудь нарисуют, а потом пойти, доказывай. Как руководство циологики был бы человек, кстати, найдется. К сожалению, у нас в лагере руководства циологии не страшно становится, ей-богу. Очень непросто. Потом это и дело. А потом доказывай, что не верблюд. Держитесь, крепитесь, правда, я не знаю, чем смогу помочь, я обязательно помогу. И Вике, я еще раз напомню. Знаете, может быть, не надо вот так сильно портить там отношения с на властью, вот, защищай театр, как театр, как здание, но давайте, защищать наши, чтобы зрители, чтобы журналисты писали о нас, как о классном театре, понимаете? Чтобы о творчестве. Конечно. Чтобы надо, чтобы по творчеству писали, что вот этот театр такой, что его надо сохранить, его надо беречь, надо помогать. Вот это. К сожалению, даже если я хочу, я не смогу этого всего написать. Поэтому, естественно, я напишу с той точки зрения, что это действительно театр, в который надо идти, надо пользоваться сейчас, как он работает. Вот это и надо делать. Да, а уже дальше... И надо, чтобы не только вы это делали, а чтобы и все друзья... Спасибо вам, что вы согласились, что такой разговор сегодня весь день вас мучает. Кстати, вы знаете, сейчас вот позавчера, по-моему, вышла статья в газете «Завтра», которую я терпеть не могу, газету, но там вышла великолепная статья вот о «Братьях Карамазах», о нашем Тепликове. Вот почитайте, там уже о театре тоже отзывается хорошо. Статья очень хорошая, ничего не могу сказать, хотя это газета «Завтра». Там идет о классическом театре речь и сравнение, вот то, что происходит в театрах. Ведь вышли две премьеры одновременно, наша и в Амхате Богомолова. И вот этот журналист сравнивает, он посмотрел и то, и другое. Вот просто очень интересно. Хорошо, я действительно почитаю, да, мы тоже. Очень интересно. Если вы позволите, я один кадр хотя бы, чтобы у меня было для газеты. А может, просто взять какую-нибудь фотографию? А можно, да. Если у вас есть какие-то уже готовые, то вы можете отправиться. Я на своем как-то лучше все знаю, как чего-то.